Сегодня в программе у нас будет интервью с Денисом, нашим ментором. Денис, проходи. Как говорится, знакомьтесь. Прошу любить заработать. Добрый. Надеваем наушники. Микрофончик вот так вот. Раз вниз. Ну что, Денис, представься. Ну, зовут меня Водов Денис. Я работаю нью-бизнес-директором в футбольном клубе «Локомотив Москва». Поподробнее о себе попозже, наверное, да? Ну да, да. Сейчас мы вопросами все это подведем. Вот, что и как и где. Вообще, ну, Денис, расскажи, с чего начал свою спортивную карьеру? Спортивную карьеру я начал в родном городе Иркутске. Я плавал, играл в теннис, но серьезно, наверное, я занялся спортом в довольно позднем возрасте. В 18 лет я пришел на секцию легкой атлетики. Да, и я сам удивляюсь, как меня туда взяли. Я был худой, ну, как пловец, короче говоря, выплыванный, так называемый. И меня взяли, как это ни странно, наверное, из-за роста в секцию толкания ядра, легкоатлетических метаний. Вы наверняка видели таких ребят. Да, да, огромных, да. Совершенно верно. Круглые, даже квадратные. Да, я думаю, что это была какая-то прямо большая вера тренера в меня, видимо, из-за роста. Ну, мол, сделаем физически сильного, а рост нормальный. Короче говоря... С высоты легче кидать, видимо. Ага, толкать. Я начал толкать ядро, метать диск, но, естественно, необходимо было сделать физическую базу. То есть я занимался очень много штангой, я очень много бегал. И методика подготовки у нас очень была похожа на то, что сейчас называют кроссфитом. То есть... Ну, это на все группы мышц. Да, на все группы мышц. Очень большая нагрузка, штанга там и прочее. Вот. И довольно успешно занимался этим. Я с удивлением для себя стал чемпионом Иркутской области по спринту на 60 метров, на 100 метров примерно где-то через два года занятий. И некоторое время удерживал эти титулы. Чем я очень горд, на самом деле, потому что Иркутская область, у нее славные традиции в легкой атлетике. Великие бегуны были у нас там. Но, видимо, мне так повезло. И в тот период времени с результатом мастера спорта у меня получалось быть чемпионом области. Вот. Но прозанимался легкоатлетикой, скажем так, лет шесть. Был безумерно счастлив заниматься легкоатлетиками. Великолепный тренер был, Юрий Николаевич Рыбин. Вот. А потом меня пригласили из Федерации Иркутской области по бобслею. А почему пригласили? Пригласили в бобслей. Ну, дело в том, что бобслей на тот момент развивающийся вид спорта был. Его возглавлял в ранге президента Федерации Валерий Дмитриевич Лейченко из, кстати говоря, из Братска, из нашего Иркутской области. Вот. И в бобслей есть специфика. Дело в том, что пилотами в бобслей становятся, как правило, либо саночники, которые уже знают трассу. Ну, не управляют. Да. Ну, в общем, самое главное – это знать трассу, да, и уметь правильно управлять снарядом, чтобы все выжили, и приехать на хороший результат. Это важно. Тонкость в том, что в бобслее заниматься можно с 18 лет, а саночники занимаются с детства. Соответственно, саночники приходят уже прекрасно разбираясь в том, чем они занимаются. То есть, поэтому можно с детства идти заниматься. Да. Но боб, если вы видели соревнования по бобслейу, это быстрый старт. Это ты должен разогнать снаряд, изначальную скорость придать ему. И для этого… На сотой быстрее, чем твой старт. Совершенно верно, да. Потому что преимущество в одну сотую на старте дает тебе преимущество в пять, в шесть соток при одинаково идентичном управлении. То есть, понятно, да? Да. Это геометрическая прогрессия. Важен старт. Вот. Поэтому разгоняющими туда берут легкоатлетов. Те, кто быстро бежит, спринтеры, прыгуны в длину, все, кто могут резко пробежать, короткий отрезок дистанции. А еще сколько, наверное, с массой, то есть, именно… Совершенно верно. И поэтому они должны быть крупными, очень быстрыми. Ну, в общем, много могу и долго разговаривать об этом. А, собственно, бобслей это… Какие какого-то достижения бобслей удалось достичь? Я стал бронзовым призером чемпионата Европы по бобслейу в составе экипажа в четверке. И, соответственно, кубка. Это был кубок Европы. Мне присвоили звание мастера спорта международного класса. Ну, это, собственно, наверное, главное мое достижение. Плюс обладатель кубка Европы… Кубка России. Извините. И призер чемпионата России. А где-то хотели еще себя в каком-то виде спорта задействовать? Ой, я мечтал играть в хоккей на самом деле. Просто я родился и вырос в городе Иркутске. У нас популярен бенди – это хоккей с мячом. А я любил с шайбой. И мы играли в дворовой команде. Очень старались. Для меня это просто… Ну, вот я всегда это говорю всем, когда рассказываю, конечно, просто заниматься хоккеем для меня было неподдельное и самое настоящее счастье. То есть я просыпался, улыбался, думал, а что это я улыбаюсь-то? А, сегодня тренировка по хоккейу. А почему не получилось дальше к профессионалу пойти? Потому что это был Иркутский регион, команд, мастеров не было. Соответственно, двигаться некуда. Это, кстати, очень важный момент и для киберспорта тоже. Всегда для того, чтобы развивался вид спорта в конкретном регионе, необходимо вот эту параллель выстраивать, чтобы ребенок понимал, куда он идет. Да, поднимался выше, выше и выше. И вот этих вот промежутков не было. Ну, то есть ты должен понимать четко, что вот сейчас ты играешь в команде, да? Куда ты пойдешь дальше? Это профессиональная команда или, возможно, студенческая команда, которая, я уверен, в ближайшее время будет во всех вузах страны организована. Уже идет, уже студенческая лига, уже во всю. Я имею в виду во всех вузах, прям вот во всех. Ну да, 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 без этого, думаю, тоже никак. Знаем, что сейчас работаете в Локомотиве, да, ФК Локомотив, футбольный клуб Локомотив, чтобы люди понимали, что Локомотивов, насколько я знаю, во всех, наверное, видах спорта он есть. В игровых видах спорта есть Краснодарский Локомотив, это баскетбол, Ярославский, это хоккей и футбольный Локомотив Москва. Да. Какую деятельность ведете именно? Ну, как, как? Да, в футбольном клубе Локомотив я являюсь нью-бизнес-директором. Я, моей задачей является привлечение партнеров, спонсоров в клуб, специальные проекты, связанные с этим же, и также, ну там, веду диалог с UEFA. Какие-то аналоги можно на киберспорт перекинуть? То есть, нужно ли, нужна ли такая должность, такой человек в киберспортной команде? Да, я убежден в том, что такое направление обязательно нужно вести в любой киберспортивной команде, потому что это актуально, и это способ привлечения денег в команду. Я думаю, что один из самых перспективных способов монетизации киберспортивной команды. Я думаю, что на этапе становления команды отдельную должность организовывать будет сложно. Скорее всего, этим должен заниматься как раз владелец команды, в первую очередь. Ну и посильно все те, у кого есть какие-то возможности организовать и выстроить конструктивный диалог с заинтересованной коммерческой компанией. То есть, уже когда, как говорится, есть что продавать, когда нужно продавать, да? Гораздо проще продавать то, что уже есть. Да, то есть, когда команда только создалась, там, школьная, студенческая, наверное, будет проблематично. И очень важный момент. Мы это ощущаем, даже занимаясь продажей спонсорских прав очень успешного клуба «Локомотив Москва». Невероятно большое значение имеет, на момент продажи и привлечения спонсора, имеет спортивный результат клуба, команды. То есть, чем лучше команда выступает, тем легче получить спонсора. Ну, то есть, аналоги к тебе спортом, чем успешнее ребята в турнирах, тем легче будет потом. Любому спонсору нужны победители. Да, то есть, лузером… Каждая компания хочет ассоциировать свой товар, свои услуги именно с победителем. Это основа. Да. То есть, получается, киберспортивной команде такой человек, да, как ты, нужен именно уже, когда команда имеет какие-то заслуги, то есть, какие-то победы. Нет, не совсем. На самом деле, можно начать продавать команду, например, создав симпатичную оригинальную концепцию. И креативу здесь нет предела. Можно собрать, я не знаю, земляков и сделать команду, я не знаю, национальную команду, команду региона, там, как-то еще, да, и продавать это вот под таким соусом. Да, тоже с местными ребятами, местными спонсорами как-то работают, да? Совершенно верно. Да, даже не только с местными. Наверное, можно пообщаться и с представителями региона в своем регионе, да, ну, то есть, с землячествами, например, как угодно. Но это очень креативно. Я думаю, попозже я расскажу об этом уже в таком в живом режиме, потому что есть даже идеи какие-то симпатичные получились. Вот. Поэтому заниматься продажей и привлечением партнеров можно уже только лишь организовав команду, сложив интересную концепцию. А вот мы такие-то. И рассказать, почему. И самое главное, ее придерживаться. Отлично. А как так получилось, что ты был спортсменом, да, и перешел в такой должность, менеджмент, то есть это довольно-таки редко, прям так эксклюзивно, да, то есть как это получилось? Знаешь, на самом деле не совсем редко. Многие спортсмены хотят остаться в спорте после завершения карьеры спортсмена как такового, да. Но дело в том, что спортсменов каждый год заканчивает очень большое количество, и на всех должностей-то не хватает. По-хорошему нужно либо создать себе вот некий специальный проект там, да, какой-то свой бизнес, либо уже выдержать конкуренцию и попасть в серьезные клубы, организации спортивные. Соответственно, я всегда мечтал работать в спорте. Как сказал когда-то Майкл Джордан, я никогда не мечтал работать с девяти до шести. Я знал, что я вот хочу большего и прочее. Ну, собственно, я этого и добился. Я никогда в шесть не заканчиваю в этом специфике работы в спорте. Чуть-чуть подольше, наверное, так. Ну да, можно в одиннадцать, можно в двенадцать после игр, можно и в два домой прийти. Соответственно, я мечтал работать в спорте, я добивался этого последовательно. Я знал, что я хочу работать в спорте после окончания карьеры, собственно, я... А тяжело было перейти? Невероятно тяжело. И я хочу сказать, что чем выше у тебя результат, чем выше у тебя звание, тем тяжелее тебе перейти и заниматься чем-то другим. Я прекрасно понимаю людей, которые сталкивают, ну, не знаю, олимпийских чемпионов, которым приходится практически с нуля делать что-то. То есть ты дошел до высочайшего уровня в спорте, а потом тебе необходимо начинать делать что-то, в чем ты не эксперт такого уровня. Тебе надо начинать учиться, тебе нужно начинать спрашивать людей, задавать им вопросы, благодарить за помощь. То есть, получается, уже такой был некий режим, то есть ты спортсмен, у тебя тренировка, соревнования, отдых... А даже не в этом дело. Режим, на самом деле, помогает и менеджеру спортивному очень, потому что режим — это основа стабильной работы. Если ты хотя бы немножко высыпаешься и умеешь менеджерить свое время, в таком случае у тебя большие шансы добиться поставленных задач. Просто я как раз говорю о том, что тяжелый переход от спорта высших достижений, от чего-то такого простого в реализации, понятного. Имею в виду, твой результат, он виден на табло, как говорится. У тебя первое место, значит, ты хорошо отработал. Если у тебя последнее место, значит, ты плохо отработал. А в менеджменте все не совсем так. Ты можешь очень хорошо работать, но продолжать оставаться на последнем месте. И нужно иметь достаточно интеллекта и терпения для того, чтобы выяснить, а в чем проблема. — Мне кажется, нужно еще помимо того, что своих умений, знаний именно менеджмента, какие-то, возможно, рычаги. — Нужно все. Менеджмент — это профессия, которая требует очень широкого бэкграунда. К примеру, мы затронули вопрос работы со спонсорами. Ты приходишь в новую компанию, в новой компании свои задачи, цели, своя история. Тебе необходимо изучить их маркетинговую платформу, чем они сейчас занимаются, куда они сейчас идут. — Вообще готовы ли они вообще этим киберспортом заморочиться, да, по большому счету? — Выделять. — При этом это будут не обязательно русские люди, потому что если ты общаешься с центральным офисом в России, вполне возможно, что ты будешь общаться с экспатами, с англичанами, с американцами, с французами. — Которые тоже хотят зайти на российский рынок, да? — Они уже работают на российском рынке, конечно. То есть маркетинговые директора ведущих компаний транснациональных, они очень часто не русские. Соответственно, тебе необходимо в том числе говорить на языке. — То есть на английском? — Да. Как минимум. — Как минимум. Даже как минимум. — Я думаю, скоро мой совет, ребята, учите китайский. — Китайский? — Учите китайский. За этим будущее. — Отлично. Немножко переведем, скажем так, мостик с менеджмента на всеми нами любимые игры, да? То есть свой… Вот был у тебя спортивный путь, да? А теперь твой игровой путь, то есть киберпуть. — Мой киберпуть, если его так можно назвать, дело в том, что я был очень увлеченным игроком в Counter-Strike. Играл я в клубе Next в Иркутске. — Который еще был 1.1 или 1.6 уже? — Нет, нет. Это вот… Да, 1.6, 1.1. Вот все вот эти вот ранние версии, да. Иными словами, до 2006 года, до 2005 года. — Да. Далеко до CSGO. — Да. Ну и в CSGO я сейчас тоже играю дома, сидя. Вот. Но тогда это были прямо ночи напролет. И это я как-то умудрялся совмещать с тренировками по легкой атлетике, ребят. — Ну, какие-то там были уже… Команда у вас была? — Знаешь, вот я был совсем рядом с командой. Я не попадал в команду по своему спортивному результату. На самом деле команды у нас из Иркутска были очень сильные. И на чемпионате России они тогда выступали очень сильно. Поэтому я, честно говоря, даже не мечтал играть в команде. А моего уровня хватало, чтобы не сильно позориться и, ну, как-то не сильно расстраиваться, заканчивая игру там. Я не знаю, если ребята-лидеры набирали там по 80 фрагов там, да, то у меня было, ну, если 40, я был счастлив просто. — Ну, то есть среднячком, получается? — Ну да, я был таким стабильным среднячком и тащился от этого безмерно. — Ну, то есть Counter-Strike очень нравился, да? — Это мне до сих пор, мне кажется, игра гениальная. — А еще какие-то были? — Ты знаешь, на самом деле я не очень любил всякие стратегии и прочее. Я даже не могу объяснить, почему, наверное, не хотел много времени тратить на изучение чего-то нового. Потому что я очень хотел, знаешь, спортсмену ему свойственно хотя бы в чем-то вот выбрать одно и в этом двигаться на максимально высокий уровень. — Это очень важно. — Я хотел, чтобы меня не сильно выносили в Counter-Strike, поэтому я... — Да, потому что когда начинаешь прыгать по играм, в итоге не там и не сям. — Я этого не делал. — А сейчас во что-то, ну, кроме Counter-Strike удается или вот... — Нет, вообще нет. — И не хочется? — К сожалению. — Нет, хочется, конечно. Я хочу в Dota поиграть, дико популярная игра одна и самая популярная. — Понять даже, почему она популярная. — К сожалению, я не могу поиграть даже в танки, потому что у меня элементарно нет времени. — Ну да, да, да. — С танками там, да. — Я же вам рассказывал про свой график. — Да, то есть в 2 часа ночи... — Когда? — В офисе? — Прямо когда проходит игра, она же 90 минут идет. — Нет. — Что там делать? — Сесть поиграть. — Но я стабильно просматриваю выступления команд на YouTube в выходные дни, когда есть свободное время. — То есть именно турниры, лиги там какие-то, да? — Да, да. Поэтому я, да, знаю, кто такие Na'Vi, Virtus Pro, M19. — Это уже хорошо. Такой вопрос, может быть, даже относящийся больше к нашему проекту. Да, ну и вообще в целом, то есть ребята многие там смотрят, те, которые мечтают, хотят, но не очень понимают. Вот есть команда, да? Вот я владелец команды, у меня есть команда. А что делать дальше? Как вот мы участвуем? Мы как-то это... Как нам продавать-то себя? То есть как нам... С чего начать? Куда пойти? Куда постучаться, может быть? Или вообще какая-то есть... — Слушай, ну вот мы разговаривали перед этой передачей, да. Я думаю, что для того, чтобы... Слушай, команда, киберспортивная команда — это любой бизнес другой развивается примерно таким же образом. Ну, я считаю, что отличие киберспортивной команды от, например, футбольного клуба только в размерах, и в том, что футбольный клуб уже на профессиональном уровне в качестве вида спорта существует уже там сотню лет с лишним. А киберспорт только развивается. Ну, так это же интересно, да? У молодежи есть шанс, потому что во что-то готовое залезть тяжело. По большому счету, киберспортсмены стоят перед наинтереснейшей задачей создания в будущем величайшего клуба с громадными традициями. То есть перед ними сейчас просто пустое поле. Ну, вот в этом году «Локомотиву» 95 лет. 95 лет футбольному клубу «Локомотив». Представьте себе, что вы все вот сейчас имеете возможность стоять у истоков, ну, организовать какой-то клуб, которому будет когда-то 100 лет, у которого будет 80 тысяч болельщиков. А, кстати говоря, у нас чуть поменьше на трибунах ходит, но у нас очень большая CRM-база. У нас, в принципе, мы считаем, что у нас порядка полутора миллионов болельщиков по России, потому что когда представитель РЖД, я не знаю, там, железнодорожник смотрит футбольный матч, он, конечно, симпатизирует футбольному клубу «Локомотив». Сотрудников РЖД можно уже… Мы так делаем. По крайней мере, так должно быть. Логично же? Ну да. То есть, за своих. Вот. Поэтому, как… Вот был задан вопрос, каким образом продвигать клуб. Нужно определиться, как и в любом другом бизнесе, с стратегией. Правильно? На чем ты собираешься зарабатывать? То есть, сесть и… Как я понимаю, у киберспортивного клуба есть несколько способов монетизации. Первое – это зарабатывать на призовых от турниров. На мой взгляд, очень сложная монетизация и стратегию развития бизнеса на этом выстраивать сложно, потому что громадное количество в мире команд сильных. Конкуренция. Конкуренция невероятная. И ставить успех своего бизнеса в зависимость от спортивных результатов, впрямую, да, от спортивного результата – это очень тяжело. Надо быть настолько самоуверенным, настолько сильными, да, чтобы быть готовыми. Да, там, у тебя должны быть лучшие спортсмены, как минимум, да. Ну да, стабильные заработки. Соответственно, ты должен за них бороться, ты должен предложить им какие-то специальные условия, соответственно, ты уже должен быть состоявшимся серьезной организацией. Вот. Другие монетизации, варианты монетизации существуют. Например, ориентироваться на спонсорскую поддержку и на контракты, да. Я считаю, что в данном случае это реальнее, но, ребят, тогда с самого начала нужно очень четко придумать очень интересную для спонсоров концепцию. Не знаю, чисто ли это женская команда, либо это команда состоящая из, как я уже сказал, представителей там какой-то одной субкультуры, да. Регион, да, какой-то. Да чего угодно. Чем креативнее, тем лучше, потому что спонсоры сейчас очень активно рассматривают предложения от представителей киберспорта. Все хотят в киберспорт просто потому, что потенциал у киберспорта громадный, и это не просто слова. Это целевая аудитория, наверное. Команду, например, симпатичную киберспортивную команду из Калининграда, у нее может быть до трех миллионов болельщиков и там, не знаю, фанатов, и не только из Калининграда, потому что за командой можно следить из любого конца света, правильно? По интернету, то есть, конечно. Поэтому, если ты, я не знаю, стримишь и делаешь это на английском языке, у тебя увеличивается, возможно, потенциальная база фанатов, потому что они понимают, о чем ты говоришь. Все в ваших руках, но я убежден в том, что в ближайшее время появятся еще команды очень интересные, новые, самобытные. Делайте это, дерзайте и не бойтесь. Это потенциал великолепный. Ну, то есть, слоган то, что, допустим, команда или коллектив киберспортивный, это все-таки надо рассматривать как товар. То есть, именно их владельцу. Я бы рассматривал это даже не как товар, а как коммерческую организацию, как коммерческий продукт, да? Со всеми вытекающими абсолютно. У любой коммерческой организации есть различные пути прогресса и развития. Ты можешь сделать ставку на самые дешевые, условно, услуги, да? Так делают китайские бренды, производители. Да, то есть, больше... Например, ты можешь сделать ставку на маркетинг, добавляя, так сказать, добавочную стоимость к своему сервису или продукту, да? То есть, ты пьешь не просто, я не знаю, там, можно называть бренды в эфире? Не знаю, ты пьешь не просто Red Bull, он у вас стоит, да? Угу. А ты пьешь напиток, не знаю, победителя. И люди пьют его не просто потому, что это классный энергетический напиток, а потому, что его пьют все победители, условно. Ну да, то есть, именно подача такая. Вот. И эта добавочная стоимость, ты ее должен сделать. Соответственно, ты должен создать маркетинговую концепцию, развивать это. Все должны понимать, зачем они это делают и так далее. А что для тебя именно спорт? Спорт – это мир отдельный, особый, со своими правилами. Чем он мне был интересен всегда и чем он меня покорил, это тем, что в спорте все-таки многое гораздо понятнее, чем в других сферах. Результат налицо, как говорится, да? Либо ты чемпион, либо ты не чемпион. Это первое. Второе, спорт – это на самом деле для большого-большого количества людей спорт стал социальным лифтом, как, например, и для меня тоже. Выбраться из отдаленного города и попасть прямо в центр, в гущу спортивных событий, России или международную, не всегда получается в других направлениях. Это очень сложно. Это категорически сложно. Спорт же во время Советского Союза и сейчас продолжает выполнять роль социального лифта, поднимая ребят откуда бы то ни было, только благодаря их талантам и усердию. Мне кажется, это честные правила. Вот за честность спорт мне очень нравится. Лестница очень простая. Если говорить об обычных видах спорта, не киберспорте, да? Видите, как я теперь говорю, обычные виды спорта. Получается, что первый результат твой заметен, когда ты выигрываешь что-то на уровне города. Тогда ты уже понятно, что да, представь себе, во-первых, ты в своем родном городе бежишь быстрее всех. Это уже определенное осознание. А раз ты выиграл чемпионат или первенство города, тебя посылают на зону Сибири и Дальнего Востока, например, да? Я имею в виду зональные соревнования, извиняюсь. Да, то есть, да. Короче, на зону тебя никто не посылает, тебя посылают на зональные соревнования. То есть это уже какой-то больший регион, это несколько городов. Если ты выигрываешь и там... Хотя бы в тройку. Да, то тебя уже делегируют на чемпионат России. На чемпионате России у тебя есть все шансы выиграть его и поехать представлять Россию на международные соревнования. Вот, это вот правда. Вот он. Эти ступеньки, они очень понятные. Я думаю, что в киберспорте все придет тоже к очень понятным правилам в итоге, потому что киберспорт только в самом начале своего становления как спорт. Вот. Мне очень интересно следить за тем, как это все происходит и очень интересно иногда принимать в этом участие. Да, мне кажется, киберспорту нужно брать лучшее из спорта вообще. Правильно, а есть все шансы. Смотри, вот о чем мы, собственно, еще позже будем говорить. Значит, есть команда, она только сейчас организуется. Но ты можешь взять и посмотреть на то, через что проходил весь свой путь, например, футбол. Все они начинали, на чем они спотыкались, да. Какие сложности были. Вот, ну, я не знаю, можно привести краткий пример. Все, наверное, знают, что и в этом очень большая разница между существующим серьезным клубом и начинающей командой киберспортивной. И вообще киберспортом сейчас в России. Трансферы игроков, к примеру. Ведь все прекрасно знают, что Локомотив купил игрока, которого продал там, не знаю, Арсенал, например, да. Для всех это абсолютно нормальная ситуация. Для российского киберспорта это очень большая новинка была бы, да, если бы… Ну, да, там не бывает тоже в топовых командах. Но нет такого трансферного рынка. Там больше перебежки, допустим. Да, вот драфт Чойс, представляешь, как вот в НХЛ, допустим, это целое шоу, это мероприятие, когда у каждой команды есть очередность права выбора игрока, талантливого молодого игрока, который только готов стать профессионалом. Выбор, то есть там не… Это, короче говоря, поэтому надо смотреть, надо, естественно, на чужих ошибках учиться и избегать их. Соответственно, постараться, по крайней мере, пройти процесс становления вида спорта быстрее, потому что сейчас динамика просто чудовищная на самом деле. Ну да, такой вопрос, да, вот ты сказал, что такое спорт, то есть, ну, что для тебя спорт. А киберспорт – это спорт? Однозначно. Конечно. Однозначно спорт. Я присутствовал даже на высоком довольно уровне при обсуждении, спорт это или не спорт. Слышал много точек зрения очень уважаемых людей. Но вот ты мне предыдущий, перед этим задавал вопрос, а что для меня спорт? И обрати внимание, я практически не сказал ничего о том, что это физическое превосходство одного над другим, там, и так далее, да. Речь идет о том, что все те требования, которые предъявляются к спорту высших достижений, они есть в киберспорте практически. Вот. Единственное только органы чувств, ну, там, больше задействованы у киберспортсменов, там, зрительные, да, манипуляторы мелкие более, там, руки, пальцы и так далее. Но всем известно, что чемпионы в киберспорте обладают абсолютно уникальными качествами, ну, зрительными, да, там, координацией, вот этой вот манипуляцией управления, да, чем-то там удаленно. Почему сейчас существуют мысли, мне кажется, они вполне в ближайшее время будут реализованы о том, что, не знаю, там, дронами будут управлять как раз ребята, которые имеют опыт в киберспорте больше, потому что у них преимущество управления чего-либо на дистанции удаленного управления. Да, то есть у них вот эта вот реакция, скорость реакции самая такая, скорость реакции такой, скил, скажем так, профессиональный. Ну, причем он прокачан-то существенно, серьезнее, чем... Ну да, то есть есть виды спорта, где тоже, наверное, реакция важна, да, вообще в любом спорте, наверное, она важна. Безусловно, реакция – это один из основных показателей. Да, но помимо, вот, допустим, реакции у футболистов, помимо этого еще физически, то есть они на физику отвлекаются, то есть на какую-то там тактику, а у киберспортсменов он же физически практически расслаблен, да, то есть только руки... Концентрация у киберспортсменов одна из самых сильных вообще. Это уже согласно замерам определенным проводили. Да, вот это вот, да. То есть киберспорт для нас и для тебя – это спорт. Однозначно, даже вопросов нет. Это важно, да. А что не хватает киберспорту? Вот у нас киберспорт, он в самом начале, да, сейчас, вот если мы смотрим на него, что ему не хватает, чтобы как-то вот доказать, что это спорт и чтобы как-то встать на один уровень с футболом, с хоккеем, с баскетболом и так далее? Важный вопрос, надо ли киберспорту доказывать что-либо, в том числе то, что он киберспорт именно, именно спорт, мне кажется, совсем нет. Киберспорт доказывает свою состоятельность количеством просмотров онлайн. Он доказывает свою состоятельность своей базой болельщиков. Интересом к турнирам. Выше чем к другим видам спорта. Комотив, киберспорт. Что, какая связь? О, прямая. ФИФА, это официальный турнир, РФПЛ. Соответственно, у нас есть команда в локомотиве, киберлока. Да, у нас три футболиста. Они прям футболисты или это просто ребята? Нет, это киберфутболисты, это киберфутболисты. Да, то есть они в футбол там не играли, ну кроме детства. Ну, ты знаешь, я смотрю, один из наших футболистов, Ставр, может быть, вы знаете, такого киберфутболиста. Да, он довольно известный. Вот, он очень прилично играет в футбол, реально, скорее всего. Я у него спрашиваю, по-моему, он играл в футбол в школе. А, ну то есть? В спортивной школе. То есть они понимают, что такое именно большой футбол, да? Прекрасно разбираются. Какие-то уже турниры были, вот у киберлока какие-то соревнования как-то. Лига есть? Лига в России? Вот есть лига, премьер-лига, да, футбольная? А вот киберлига какая-то? Естественно, я же тебе говорю, существует РФПЛ, чемпионат России по киберфутболу. Вот, все, теперь я уловил. То есть буквально у него все по-взрослому, это абсолютно серьезная дисциплина футбола. То есть смотрите, до этого момента был большой футбол, пляжный футбол, мини-футбол. А сейчас большой футбол, пляжный мини и киберфутбол. На абсолютно равных позициях. Четыре дисциплины, да. А это проводится вместе, когда вот большая команда едет играть? Нет, это не взаимосвязано, у них свой турнир. Мы проводили недавно в Локомотиве турнир The Road to Cyber Local. Это отбор еще одного игрока в команду Киберлока. Третьего, наверное. Да, третьего, да-да-да, совершенно верно. И провели его за два часа, этот турнир закончился до Суперкубка, который у нас на РЖД-арене проходил прошлым летом. Мы играли против Спартака как обладателя Кубка России, играли против чемпиона России. Ну, они играли в специальном помещении, был просторным, удобным, там все было оборудовано. Ну, вот как у вас здесь там был большой экран. Прямую трансляцию не вели? Мы вели ее в своих соцсетях. А, в своих именно? Ну, в Facebook, да, на своих площадках. Это важно, да, чтобы именно показывать людям, что он проходит YouTube, Twitch. Да-да, нет, это все делают. На самом деле не я этим занимаюсь, этим занимается нашим маркетинговый департамент. Поэтому я, может быть, не на все вопросы вам по этому поводу отвечу. Но они классно работают, молодцы большие. Да, это очень. А какие-то вот у вас есть, получается, три футболиста, да? Они как-то между собой, они как команда идут? Они между собой общаются или они как бы такие более независимые? Они более независимые, потому что они отвечают каждый за свой результат в отдельности. Наверняка у них проходят какие-то единые тренировки, сборы. Скорее всего, они больше играют между собой, естественно, да? Но вот можешь себе представить, что, по-моему, Ставру или Клёнову как раз перед игрой на чемпионате РФПЛ, чемпионате России по киберспорту, ему звонил главный тренер локомотива Сёмин. Юрий Павлович звонил ему по телефону, парня трясти начало, он говорит, мне сейчас Сёмин звонил, говорит, ты совсем справишься, ты всё сделаешь. Поддержал его. Вот, вот оно, пример взаимодействия хорошего футбольного клуба, который делает ставку серьёзную, развивает серьёзный киберспорт. То есть относится к серьёзной к этому, да? Да. Тренер позвонил, значит, он, как говорится, в курсе. Да, ну вот я не знаю, не уверен, что ребятам, киберфутболистам из Спартака звонит Каррера, там их поддерживает. Поэтому в данном случае я убеждён, что локомотив впереди планеты всей в данном случае. А какие-то международные правы будут проходить? То есть вот киберлока, а какой-то Лига Чемпионов, Лига Европы? Ребят, всё будет однозначно. Просто ты же, мы уже это обсудили, киберспорт развивается, киберфутбол. Просто киберфутбол как вид спорта развивается динамичнее, именно потому, что он стал официальным видом спорта в футболе. Ну, понимаешь, да? То есть там есть система большая. И, как я понимаю, будет сформирована, должна быть сформирована сборная России, куда-то ехать там дальше. То есть я просто не очень в курсе именно киберфутбола. Да, было бы интересно, было бы прям одиннадцать в играх. Вот там же в футболе можно одиннадцать на одиннадцать. Мы на эту тему разговаривали с Тони Воткинсом. Тони Воткинс – это генеральный директор Electronic Arts России. Вот. И я задал Тони вопрос. Я говорю, Тони, когда одиннадцать спортсменов, киберспортсменов, могут играть за одну команду против одиннадцати из другой команды? Да, вот это. Но это же многопользовательская такая платформа уже получается. Он сказал, что не очень скоро. Не очень скоро. То есть на данный момент один игрок, киберспортсмен управляет одиннадцатью игроками на поле. Правильно? Да, то есть переключают, да. И в основном основную деятельность делаются. Совершенно верно. Но это бомбическая история, потому что если будет возможно играть каждый за своего персонажа в футбол, то таким образом можно будет гораздо лучше изучать теорию футбольную для целой команды. Уже есть. Есть уже прототипы. Я знаю, что играют. Уже собираются. Двадцать два человека сажаются. Да ладно. Я не знал. Уже проводятся. Расскажешь мне, ладно? Да. Нам надо это будет использовать. Возможно проблемы с мощностями или что-то такое. То есть именно физическая проблема. Но это уже есть. Это уже, я думаю, был бы прям скачок, прыжок. Это однозначно был бы скачок в теории и в стратегии и тактике. А еще если бы посадить наших футболистов. Да. Так это же я говорю. Нам это интересно, в том числе, с точки зрения, вот просто представь себе, что ты берешь, ну не знаю, там вы ругаете какую-то команду за то, что она не умеет играть. Не будем называть ее в эфире. Вот. А вы посадите ее и против них поиграете, например. Да? Ну хотя посмотрите, как они рассуждают и мыслят на поле. Ну да. На самом деле будете очень удивлены, потому что футболисты умеют раскладывать и читать игру. Ну да. Гораздо лучше, чем обычные. Илья, наверное, очень видение вот этого поля, это очень важно. Годами его воспитывают, то есть ребята. Мне бы очень хотелось посмотреть, как играют реальные футболисты в FIFA, но вот каждый из-за своего персонажа 11 против 11. Это интересно. А вот такой момент еще, да, возвращаясь к киберлог, вообще к локомотиву, к киберспорту. Вот у вас есть академия, да, где ребята, наверное, с маленьких возрастов растут уже в футболистов. А как-то киберспортсмена будете выращивать? Выращивать такое слово, конечно. Я думаю, что да. Дело в том, что у локомотива вообще принципиальная позиция. Мы делаем ставку на своих воспитанников. С тех пор, как у нас появилось направление киберфутбола, я убежден в том, что в ближайшее время у нас через определенные механизмы либо создание своего киберклуба, да, либо что-то еще. Но это будет сделано однозначно. Я убежден в том, что это уже делается. Нам надо было Дашу успевать сюда привезти маркетингового директора. Локомотив, чтобы она побольше ответила. Еще вопросик такой есть уже прям общий, общий, да, вот у нас киберспорт, путь к мечте, да, то есть наши 10 участников, у которых мы дали команды, да, то есть школьники. То есть каждый участник у нас является владельцем команды школьников, да, и проходят все этапы развития. Как тебе вообще этот проект, задумка, что это? Чумовая задумка, именно поэтому я сюда приехал. Прилетел? Да, я сюда даже прилетел, прискакал. Мне очень понравилась эта идея. Я посмотрел выпуски, то есть я слежу за ребятами, у меня даже есть те, за кого я болею, я вот ребятам уже сказал, я не буду сейчас это говорить, наверное, чтобы не влиять на выбор, на какое-то решение. Вот. Но идея классная, она наверняка получит очень большое развитие. Я единственное только хотел бы в том числе свои какие-то применить усилия для того, чтобы было больше практичности, то есть чтобы у команд появились реальные спонсоры, например. Пусть для начала небольшие инвестиции, но было бы очень здорово, если бы коммерческие компании, и это можно считать моим каким-то обращением к тем, к кому мы потом будем звонить и приезжать, рассмотреть все-таки спонсорство этих команд для поддержки всего вида вообще в целом. Да, то есть здесь может быть даже искать, может быть, компании, которые не то, чтобы прям хотят имя свое продать, вот, чтобы вот команда продвигала их имя, да, а может быть как-то как меценат или просто как люди, бизнес-ангелы, которые… Мы очень хорошо понимаем, зачем это можно и нужно коммерческим компаниям. Для меня в данном случае вопрос скорее времени и процесса коммуникации, потому что объяснить, зачем поддержать в развивающемся виде спорта интересную команду, концепция которой соответствует ценностям бренда, например, да. Я думаю, что это несложно и все это понимают, надо просто работать. Под лежачий камень вода не течет. Нужно приезжать, разговаривать, продавать и создавать продукт. Наверное, главное… Не бояться вот именно, потому что у нас ребята говорят, что нам не дадут денег… Не бояться нечего. Бояться нечего в диалоге, знаешь, очень классно сказал, было сказано в фильме Джерри Магуайр и наставник Джерри, Дикий Фокс. Это реальный персонаж, в жизни такой товарищ был, спортивный менеджер, он сказал, запомни, Джерри, успех в нашей профессии зависит от личного общения. И это можно применить сейчас всем ребятам, которые развивают киберспортивные команды. Залог успеха лежит в личном общении. Общайтесь больше, вы получите много информации, важной, которую вы можете дальше использовать для себя с большой выгодой. Да, то есть звонить, приезжать… Звоните, назначайте встречи, рассказывайте про себя. Будьте увлеченными. То есть не просто там сидует коммерческая или какую-нибудь там презентацию, ждать, что позвонят там и не заметят. Вот так не работает. Да, вот этот мимо, да, спам-фильтр и все, не прошел, да. Еще хотелось немножечко пообщаться именно от зрителя, да, у нас тут вопросики понакидали, небольшие такие. Какими навыками, умениями должен обладать вообще маркетолог спортивный, да, то есть или киберспортивный, или спортивный, то есть все это обобщаем. То есть какие навыки вот самые такие важные? Ну, посмотрите, на самом деле маркетингу не один десяток лет. Если говорить про спортивный маркетинг, то родился он в тридцатых годах прошлого века, да, на факультете Маккормака в Массачуссенском технологическом университете. Даже прям так? Да. И представьте себе, скоро сто лет будет спортивного маркетингу. То есть, конечно же, это и теория, и практика. Теорию можно получить в вузах, в России есть приличные вузы, которые… Да, на данный момент в России порядка 160 специальностей, ну, вузов предлагают спортивный менеджмент, спортивный маркетинг. То есть, 160 – это почти в каждом регионе есть? Очень-очень много. В Москве больше, в других регионах. Я думаю, что практически в каждом регионе, я не знаю, в Калининграде есть или нет, но… Наверное, какие-то школы спортивные, именно школы спорта, то есть… Теория поможет, однозначно. Потом, я думаю, что маркетолог спортивный, конечно же, ну, во-первых, он должен разбираться в маркетинге, безусловно, в рекламе, маркетинге и всем, что с этим связано. Желательно практически разбираться, а не только теоретически. То есть, уже проводить спортивные мероприятия, хотя бы маленькие, но иметь этот опыт. Хотя бы городского своего… Да, хотя бы районного уровня, но иметь этот опыт. Знать, через что ты проходишь, какие сложности и прочее. А второе – это, безусловно, определенные экономические знания, да? Ну, то есть, это же бизнес, соответственно, ты должен понимать, как рассуждает компания, которой ты предоставляешь услуги по спортивному маркетингу, те или иные, неважно, твой спортсмен представляет продукты этой компании как бренд-амбассадор, либо ты проводишь турнир для нее, для этой компании. Ты должен понимать, зачем она это делает. Соответственно, должен разбираться во всей этой красочной палитре бизнеса, международного бизнеса и отечественного бизнеса в целом. Спортсменом надо быть? Нет, совершенно не обязательно. То есть, спортивный маркетолог? Совершенно не обязательно. Кстати говоря, большинство самых успешных спортивных маркетологов – они не спортсмены, они маркетологи. Просто, наверное, потому что спортсмены полжизни отдают. Понимаешь, на самом деле, в словосочетании «спортивный маркетинг» самое главное – это маркетинг, а «спортивный» – это обозначение того, в какой сфере этот маркетинг реализуется. Таким образом, что если ты хороший маркетолог в искусстве, то ты можешь в спорте тоже сделать классный проект. Прибыльный, интересный, который даст бонусы и партнерам, и спонсорам, и тебе в первую очередь, твоему проекту. Соответственно, спортивный маркетинг – это просто маркетинг, который реализуется в области спорта. Поэтому надо быть маркетологом. А маркетологом хорошим для того, чтобы быть, не надо быть спортсменом. Надо любить спорт. Вот это важно. Да. А вот такой вопрос, конечно, был, как привлечь внимание крупных компаний. И вот это либо о том, чтобы попасть в крупную компанию, или привлечь внимание к команде. Я понял, мы готовились перед встречей. Ну да, да, да. Смотри, я коротко отвечу на вопрос, если кто-то, ну, если кого-то интересует, наверное, как попасть работать в крупную компанию. Кстати, отмечу, что это очень немаленький шаг в направлении того, чтобы вообще разбираться в маркетинге в целом. Потому что уровень реализации маркетинга в транснациональных компаниях, таких как Pepsi, Red Bull, там, не знаю, Coca-Cola. Все наши именитые. Да. Там, конечно, мощнейшая школа, Unilever, там, Procter & Gamble. Вот. Да, это было бы здорово. Но они берут очень хороших студентов сначала на стажировки, там большие программы. Это не сложно. На сайте каждой такой компании есть раздел для соискателей работы. Нет, это даже не вакансии. Как правило, крупные транснациональные компании приглашают к себе сначала на стажеров. Стажеров на какие-то краткосрочные программы, чтобы посмотреть, присмотреться и прочее. Смогут ли они хоть что-то сделать? Да. И среди требований там высокие требования по баллам, по учебе. Соответственно, учиться надо хорошо, чтобы работать в крупной и крутой компании. Естественно, разместить резюме на Headhunter и прочее. То есть, тебя должно быть легко найти и ты должен всегда искать эти возможности. Ты должен приходить, рассказывать о себе. Вот. Если же речь идет о том, как привлечь интерес международных компаний или крупных компаний к своему проекту, к киберспортивному проекту, тоже здесь все абсолютно четко и понятно. Но, правда, я думаю, за пять минут об этом не расскажешь прямо объемно. Я возвращусь к тому, что я говорил раньше. Нужно создать классный продукт. Если у тебя есть классный продукт, к тебе будут приходить. Ну, как вот этот вот проект, например. Все, что нужно, это уделять много внимания и сил и развивать его, как это делает Рома. Правильно? Вот. Это тяжело. Это долгосрочные, наверное, инвестиции. Но, когда у тебя классный проект и продукт, к тебе приходят. Это идеальная реализация. Вот. Для того, чтобы быть интересным компаниям, нужно быть классным в прямом смысле этого слова. Нужно придумать классную концепцию. Объяснить, зачем ты это делаешь и почему это именно ты должен быть, да? Почему именно ты должен стать партнером. Но очень важно, безусловно, победы многое-многое помогают решать. То есть, если твои ребята выигрывают международные турниры, ну, продукт почти готов. Да. То есть, надо быть успешным, да? То есть, иметь либо успех, либо аудиторию, либо то и другое и желательно побольше. В общем, либо спортивный результат, либо классный маркетинг. Вот. Так я думаю. Ну, либо, я не знаю, связи богатых родителей. Не, ну, это уже не то, это уже не привлечение, это уже просто навязывание, навязчивость. Тоже вариант привлечения бюджета. Да. Спасибо, Денис, за такое классное интервью. Прям, как говорится, выложил все. Ребятам, как говорится, мотивации на много хватит, да, чтобы все-таки встать с диванов и идти. Дай бог, главное начать. Сделайте первый шаг, а дальше все само пойдет. Да. Ну что, ребят, Дениса больше задерживать не будем. У нас продолжаются съемки, у нас идет проект. Вот. Спасибо, Денис, за интервью. Ждем еще. Пожалуйста, приглашайте. Да, обязательно. Очень классно все прошло. Спасибо, Денис. Спасибо, Денис.